Итак, имя Исаи обозначает «Яхва спасает» или «Яхва является спасением». И знаете, как традиционно в еврейской мысли религиозной считается, что имя имеет определенный смысл на жизнь человека, на его предназначение и так далее. Ну и предполагается, что в связи с тем, что Исаи имел такое имя, что может быть это как-то частично объясняет его большой интерес именно ко спасению, связанный с темой спасения. Может быть так, может быть нет, но в действительности Исаи уделяет какое-то особое значение вопросу спасения в своей книге. И, например, в разделе с 1 по 39 мы видим, что Исаи говорит о Боге как «Бог спасения твоего». «Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не вспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы». А в 12 главе, во втором стихе, 12 глава. «Вот Бог спасения мое, уповая на него и не ловит, ибо и не ловит, ибо и не ловит, ибо и не ловит». В 17.10 он говорит «Бог спасения твоего», а в 12.2 он говорит «Бог спасения моего». И в данном случае он говорит, указывая на то, что это избавление, которое приходит от Бога, оно приходит от о Сирии. Например, давайте посмотрим Исаи 11 глава. Сейчас я расскажу костю. Исаи 11 глава. Здесь 16 стих, но он как бы не говорит об Ассирии. И будет тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и Патросии, и у Хуса, и у Элама, и в Синааре, и в Ямафе, и на островах моря. Хорошо, отметьте себе 11 главу. Да, и 16 стих. Да, и 16 стих. Также Исаи говорит о личном спасении. Мы уже прочитали 12 глава 2 стих, да, там где сказано, что спасение мое. И 38 глава 20 стих говорит тоже «Господь спасение мое». «Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн мы их будем воспевать песни в доме Господнем». То есть «Господь спасет меня», это 38-20. Иногда Исаи говорит о спасении также, которое относится к городу. Например, 37 главе 35 стихе. То есть мы видим личное спасение, да, когда говорится о спасении от Бога, и также есть, когда Исаи говорит о спасении, которое направлено по отношению к городу. Это 37 глава 35 стих. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Теперь также Исаи говорит о спасении к народу, которое будет взывать к Господу. И будет он знамением и свидетельством о Господе Савуофе в земле египетской, потому что они воззовут к Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их. также Исаи употребляет понимание спасения в связи с безопасными временами, а также сопровождением мудростью, ведением и страхом Господним. Это 33 глава 6 стих. «И настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим». И во втором также стихе прочитаете. «Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем мы. Будь нашей мышцей с раннего утра, и спасением нашим во время тесное». Также в 25 главе 9 стихе он говорит о спасении к тому дню. «И скажут в тот день, «Вот Он, Бог наш. На Него мы уповали, и Он спас нас. Си есть Господь. На Него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». И это своего рода как будущее благословение, которое переживет народ еврейский, да, что придет спасение в их жизнь. Также Исаи говорит о спасении как избавлении от врагов и угнетателей. Это 45.17 и 49.25. «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постажены и посрамлены во веки веков». 49.25. «Да, так говорит Господь. И плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что Я буду состязаться с противниками Твоими, и сыновей Твоих Я спасу». «Ибо Я, Господь Бог Твой, Святый Израилев, Спаситель Твой, в выкуп за Тебя отдал Египет Ефиопию и Исаевию за Тебя». Вообще очень интересная мысль, связанная с тем, что спасение связано с выкупом. Видите, это 43.3. Что-что? Он дает выкуп. Это интересная мысль в том смысле, что это как, знаете, были обязанности у родственника выкупать своего родственника, платить какую-то плату для того, чтобы выкупить его землю, выкупить его самого из рабства. И вот эта мысль выкупа, она как бы говорит своего рода как о родственных связях. В этом смысле это интересная мысль. Ну, здесь как бы смысл заключен в том, что он выкупает народ, давая другие народы. Но смысл как бы именно вот, который, чтобы был понятен, ну, почему народу, допустим, был понятен смысл выкупа, да, что это подразумевается как бы, что это родственные связи. Понимаете? В данном случае, да, как бы, что Бог предстает именно как тот, кто является как бы, ну, родственными, имеет родственные связи. Вот эта мысль как бы, ну, здесь присутствует. И это вот самая важная мысль, которая здесь присутствует в отношении выкупа. В 46-й главе 7-м стихе говорится о том, что идолы не могут спасти. Давайте прощаем. В 46-я глава 7-й стихе. «Поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды». То есть здесь показано противоположное, да, того, что спасение может прийти от Бога, а те идолы, которым, ну, в тот момент поклонялись его иудеи, да, что они ничего не могут сделать. Что спасти они не могут. Это, ну, стоит противовес тому, что, зачем вы поклоняетесь идолам, если это поклонение ни к чему в итоге не приведет. Эти идолы вам никак не помогут. Но есть тот, кто может спасти. Бог Авраам и Исхак и Яков. Также в 47-й главе 13-м стихе. «Ты утомлена множеством советов Твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». Здесь мы видим, что противовес становится чему? Что люди обращались к чародеям, гадателям и так далее, ожидая от них какой-то помощи, да, ожидая, что будет какая-то поддержка и что-то еще. И он говорит, ну, пусть они тебя попробуют спасти, раз ты к ним обращаешься. И он говорит, почему? Потому что он знает, что ничего от них они не получат, никакого спасения. Потому что спасение может прийти только от Бога Яхвы. 45-й главе 8-й стих и 21-й стих. «Крапите небеса свыше и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». «Объявите и скажите, посоветовавшись между собой, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, наперед сказал это, не я ли Господь? «И нет иного Бога кроме меня. Бога праведного и спасающего нет кроме меня». Здесь еще как бы мысль, связанная спасением с праведностью, видите, присутствует. «Бог есть праведный, да, и спасение приходит от него». 22-й стих еще прочитайте. «Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог и нет иного». И здесь мысль о том, что к Богу должны обратиться, смотрите, все концы земли, да. В результате обращения что придет? Придет спасение. И также 49-я глава 6-й стих. «И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Также присутствует мысль, видите, да, что спасение для народов и для всех концов земли у Бога есть. Еще прочитаем 51-й главу, 5-й, 6-й стих. «Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз. Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет». То есть в результате правления Бога, да, спасение Его, оно пребудет вечным. Говорят эти стихи. 56-я глава, 1-й стих. «Так говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей». Призывает к чему? То есть жить по Его слову, да? Жить по Его слову, да? И в результате будет спасение Его, да? Оно уже близко. И приходит откровение правды. 59-я глава, 17-й стих. «И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом». То есть мы видим, что все больше появляется выражение «правда спасения». Ну, в данном случае мы видим, что последние стихи мы читаем, да? Здесь больше появляется как бы как параллель. Правда спасения, правда спасения, правда спасения, да? Правда Божия следует спасению, видите, да? И также 61-я глава, 10-й стих. «Радостью буду радоваться о Господе. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризе спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». То есть праведность Божия сопровождается спасением Божьим. Видите? И еще 62-11. «Вот Господь объявляет до конца земли. Скажите, чей из сионов грядет спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним?» Теперь появляется еще одна новая мысль. Спасение сопровождается чем? С наградой. Отображение мы находим еще в Новом Завете, да? Павел говорит об этом, да? Что в результате того нашей жизнедеятельности, скажем, в Мессии, да? Если мы доходим до конца, то результатом что будет? Спасение и награда. И вот эта мысль, она здесь появляется, что спасение грядет, и в результате спасения еще и приходят награды. Одиннадцатый стих здесь. А, это мы читали, конечно. Пятьдесят девятая глава, шестнадцатый стих. Пятьдесят девятая шестнадцатая стих. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его, поддержала его». Значит, здесь идея, что спасение, это победа над врагами. Может быть, раньше начинал. Прочите еще раз. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его, поддержала его». Еще раз. Да, ну на это не обращайте внимания. Ну, да, потому что мы уже говорили на эту тему, что иногда, когда говорится в отношении Бога, почему-то пишется с маленькой буквы, да. Ну, явно контекст говорит о Боге, да, пишется с маленькой буквы. И мы же не будем рассматривать это как в мессианском плане. Ну, понятно, да? Это своего рода, ну, вы знаете, да, что перевод любой, это своего рода, как еще, ну, можно подразумевать, как и комментарий, как толкование, да. Как это переведут, как это пишут и так далее. Шестидесятая глава, шестнадцатый стих. «Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, спаситель твой и искупитель твой, сильный Яковлень». Еще шестидесят третья глава, первый-второй стихи, восьмой-девятый, прочитаем. «Кто это идет от Идома, в червленых ризах от вассора, столько величественной в своей одежде, выступающей в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно и ризы у тебя, как у топтавшего, точили?» Восемь-девятый. «Он сказал, подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангела лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». То есть мы видим, что говорится о Боге, да, как о спасении, который спасает и от других. Теперь мы посмотрим Яхвы, как искупитель. Яхвы, как искупитель. Вопросы есть какие-то? Понятно, о чем мы говорим, да? Яхва как искупитель. И эта мысль, она также занимает важное и видное положение книги Исаии. Само слово на иврите «искупать» звучит как гааа. Вы знаете, да, что «г», «х» или как там, то есть это как уже вы произнесете, то есть там с придыханием, да, то есть, а? Ну, как «д» все-таки будет. Гааа. Что обозначает по-русски «искупать», а вот причастие «гуэл» обозначает «искупитель». Ну, может, на уроке иврита вам более правильно скажут. Интересно другое, что корень этого слова, он используется или встречается в различных формах в Ветхом Завиде 122 раза. 122 раза. В книге пророка Исаия он встречается 26 раз. 26 раз. Книги Исаии. Также используется вообще еще два слова для обозначения мысли об искуплении. Одно из них называется «пада», что переводится на русский как «выкуп». «Пада», да. И еще одно слово, которое звучит как «кипа». Та, которое переводится как «покрытие», «возмещение», «искупительная жертва». «Покрытие», «возмещение», «искупительная жертва». Два последних слова, о которых я сказал в книге Исаии, они употребляются незначительно. Интересно, что, значит, основная мысль корня вот этот галл, да, подразумевает под собой такую мысль, как возвращение собственной. Возвращение собственности, и сюда даже включаются люди. Имеется в виду, если кто-то попал в рабство, да, то есть его возвращение, это как бы тоже имеет значение именно вот искупить или искупать, да. То есть имеется в виду собственность, которая перестала принадлежать первоначальному владельцу. Ну, то есть она была передана, да, там, за долги, или продана кому-то, да. И вот это слово, оно используется для обозначения того, что оно было возвращено собственностью. Понятно мысль, да? Например, в Левитах 25, 47, 49. 25 глава Левит 47, 49. И вот здесь видите вот это вот то, что я уже упал. упоминал, да, близкий родственник, сказано, может и должен, да, выкупить его. И вот здесь используется слово гуэл, то есть, что он искупает его, понимаете, да, выкупая его там из рабства, он таким образом, ну, является для него искупителем, ну, и в данном случае производит по отношению к нему действие, что он искупает его, понятно, да? Мысль, в чем содержится это. И это очень такой важный момент, потому что, говоря, ну, скажем, Исайя говорит о Боге как об искупителе, да, я уже это сказал, да, раньше, что он именно говорит о нем как о близком родственнике, который именно делает то, что искупает человека, да, выкупает его. Ну, помните, да, книга Русь, что там также идет разговор о том, что близкий родственник имел право жениться на Русь, помните, да, в результате чего он мог получить или выкупить ее там поля, да, и также восстановить имя, ну, своему родственнику. То есть вот все вот эти действия, они также имели смысл вот этот Гуэлл, то есть искупление, да, то есть что они как бы искупали в каком смысле, то есть восстановление имени. В данном случае как бы имело значение вот как бы искупление рода, скажем так, восстановление, то есть восстановление, выкуп земли, то есть выкуп всего остального, да, то есть и имело в этом смысл. То есть таким образом как бы это своего рода как защита наследия своего родственника. В Исаии в 52-й, 3-й главе, ой, в 52-й главе, 3-м стихе. И вот так говорит Господь, за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. То есть здесь вот именно заложен, как бы скажем, основной, ну, смысл или основная мысль, о которой говорит Исаия в плане того, что в действительности Бог, видите, да, что вы были проданы, как вам сказано, за ничто, да, и без серебра будете выкуплены. То есть что Бог, Он и будет являться тем близким, тот, кто произведет этот выкуп. Так же в 43-й главе, 1-й стихе, 14-й стихе. 14-й стихе. То есть в данном случае Он подчеркивает, да, что Он что-то отдал еще, да, вот эти вот другие народы, да, для того, чтобы выкупить. С 1-й по 39-ю главу. В принципе, это слово встречается всего лишь один раз. Но вот уже с 40-й по 55-ю главу, оно встречается 18 раз. И с 56-й по 66-ю главу, оно встречается 7 раз. С 1-й по 39-ю главу, оно встречается один раз. С 40-й по 55-ю 18 раз. И с 56-й по 66-ю 7 раз. И здесь как бы логично, потому что с 1-ю по 39-ю главу ничего не говорится о плении. А как бы без плена, ну, нет смысла какого-то говорить об искуплении, да. А вот уже начиная с 40-й главы, идет тема, которая касается Вавилонского пленения и так далее. То есть то, что вот спорят, что, помните, мы говорили, да, что автор, наверное, другой. Это один из аргументов. Почему Исаия говорил вдруг о Вавилонском пленении. И тема появляется о плении, и в результате этой темы как бы появляется и нужда говорить об искуплении. И поэтому вся эта мысль искупления, как Яхва искупления, она появляется именно уже, начиная с 40-й главы. Более детально и подробно, и чаще встречаются. Также появляется такое, другое слово, которое звучит как геулем, геулем, которое обозначает, ну, в переводе обозначает искупленный. Значит, 35-я глава, 9-й стих. Льва не будет там, и хищный дверь не зайдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. Потом, 51-я глава, 10-й стих. Не ты ли иссушила море, воду великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные. 62-12. 12-12. Интересно, что во всем Ветхом Завете это слово встречается еще только один раз в Псалме 106, во втором стихе. Так да скажут избавленных Господом, которых избавил Он от других врагов. Ну, в оригинале здесь звучит как искупленный, не избавленный, а искупленный. То есть, очень интересная мысль в том смысле, что нигде это больше не встречается вообще мысль в отношении как искупленный. Кто себя называет искупленными? То есть, иногда вы можете слышать, да, когда мы говорим о себе, да, верующие, ну, в Мессию, да, что мы являемся искупленными. Вот, и эту тему, можно сказать, он как бы выразил именно Исайя, потому что больше нигде не встречается вообще употребление этого слова. Во всем Танахе нигде больше нету этого слова, не используется. Да, оно звучит как Геулин. В главах 40 по 55 встречается употребление такое, как «Искупитель Твой, Святой Израиль». То есть, Исайя, он сочетает два этих выражения, что искупителем является Святой Израиль. Значит, 41-го глава, 14 стих. «Не бойся черепиаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель Твой, Святой Израиль». Видите, он сочетает эти два понятия, да, «Искупитель» и говорит, что искупителем является кто? Святой Израиль. Также 43-14. «Так говорит Господь, Искупитель Ваш, Святой Израиль, против Вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеи, величавшихся кораблями». 47-4. «Искупитель наш Господь Савуов, имя Ему, Святой Израиль». «Так говорит Господь, Искупитель Твой, Святой Израиль. Я Господь Бог Твой, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти». И 54-5. «Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Савуов, имя Его, и Искупитель Твой, Святой Израиль. Богом всей земли назовется Он». «На что мы можем обратить внимание, что, во-первых, конечно, Исайя использует это слово, связанное в отношении искупления из плена. Это 43-14. Мы читали только что, и 47-4. И также это можно увидеть в контексте 52-3-9. Давайте 52-3-9. «Ибо так говорит Господь, за ничто были бы проданы, и без серебра будете выкуплены. Ибо так говорит Господь Бог, народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у меня здесь?» «Говорит Господь, народ мой взять даром, властители их неистовствуют, говорит Господь. И постоянно, всякий день имя Мое бесславится. Поэтому народ мой узнает имя Мое. Поэтому узнает в тот день, что Я тот же, который сказал, вот Я. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвышающего, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ твой и скупил Иерусалим». Очень также важный момент, на что мы должны обратить внимание, что не просто цель Божья – искупить народ. Что искупление – это как бы процесс, ведущий к чему-то большему, чем просто искупление. То есть в контекстах можно увидеть, что именно в действительности цель Божья – не просто искупление, а что-то большее, через искупление ведущее к чему-то большему. И, то есть, можем увидеть, что, например, искупитель сделает свой народ победоносным, и народ в результате возрадуется о Господе. Например, 41 глава, 14-16 стих. «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я полагаю тебе, и говорит Господь, и искупитель твой святый Израиль, вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым, ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как накинут, ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты, возрадуешься Господи, будешь хвалиться святым Израилем». То есть, видите, да, искупление ведет к чему? Не просто принцип, да, что Бог искупает народ свой, а что? В результате искупления, да, народ, он возрадуется о Боге Израилеве, да, и что? И будет хвалиться о Боге. Видите, да, принцип такой. Также, давайте посмотрим 44, 6, 7. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саволок. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит, и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. И давайте 24 по 28 еще прочитаем. Да, здесь же. «Так говорит Господь, искупивший Тебя и образовавший Тебя от утробы матерни. Я, Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своей силой разослал землю, Который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, и знания их делает глупостью, Который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, Который говорит Иерусалиму, «Ты будешь населен, и городам иудинам вы будете построены и развалены, и его я восстановлю», Который бездне говорит иссохнет, и реки твои я иссушу, Который говорит Акире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, «Ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Мысль какая, что его искупление выявляет истину о том, что он есть, как написано было, первый и последний, и что кроме него нет другого Бога. То есть все идолы и все остальное, что это не Боги. Что его искупление, которое он делает для народа, оно имеет продолжение в чем? Что народ познает истину о нем, что он есть первый и последний, что он есть единственный Бог на этой земле. Понимаете, да? То есть искупление, оно в себе несет дальнейшее продолжение, к чему должен прийти в итоге народ или конкретно человек, проходящий через искупление. То есть искупление – это не окончательный момент. Искупление – это не все, что Бог хочет дать. Через искупление Он хочет привести человека к пониманию того, что Он есть единственный Бог. Все, первое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...